Сегодня у нас тема будет посвящена эволюции земного человечества, и нам с вами надо все-таки понимать, где мы сегодня с вами находимся. Линия пути определена, куда-то идем, но вот в целом, куда идет человечество, и что было до того, как состоялось наше сегодняшнее человечество, и что будет отчасти гипотетически в будущем, мы должны с вами все-таки это знать. Ибо знание всегда, если оно подкреплено практическим опытом, оно всегда помогает работать, несомненно. Потому что сейчас такое время, когда без знания того, что происходит с тобою, на каком этапе ты находишься, что было, что будет, как оценить свое теперешнее состояние, это, на мой взгляд, необходимо. Просто необходимо, потому что по-другому сознательная работа на этом пути просто невозможна. И три предыдущие беседы у нас с вами были посвящены человеку. Мы говорили о том, что собой представляет человек в эзотерическом плане, в психологическом плане, говорили о тождественности этих двух позиций, эзотерической и психологической позиций, говорили о некоторых законах, которые действуют в земном человечестве, в эволюционном процессе. Это закон повторных рождений, закон кармической, то есть причинно-следственных связей, закон свободы выбора. Вот еще один закон, который действует в эволюционном процессе, это закон напряженности продуктивной движителя эволюционного процесса. Ну, о нем я говорю обычно в беседе, которая посвящена, не сегодняшней беседе, которая посвящена эволюции земного человечества с позиции исторического процесса, то, что связано с историей человечества. Вот, а сегодня мы будем говорить с вами именно об эволюции земного человечества, в части, так сказать, касающейся нашего состояния материального, погружения в материальность, просветления на восходящие дуги эволюции. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Для того, чтобы иметь ясное представление, что же нам необходимо сегодня предпринять в плане эволюционного развития, недостаточно знать строение человека, недостаточно знать, кто мы есть на сегодня. Недостаточно знать и те законы, которые определяют функционирование человеческой психики, которые определяют ход эволюции, необходимо иметь целостное представление о самом процессе эволюционном, о процессе эволюции земного человечества. Если мы не поместим себя в эволюционную среду, которая, несомненно, имеет корни глубочайшие, корни в древности, мы не сможем правильно определить свое место в эволюционном процессе. Нам надо себя, вот эту эволюционную среду, каким-то образом поместить. На первый взгляд кажется, что в историческом человечестве не происходит никаких изменений, которые свидетельствуют о какой-то серьезной эволюционной динамике, но это только на первый взгляд. Действительно, если мы с вами ретроспективно посмотрим куда-то вдаль, лет тысячелетий на 12 назад, то в этом обозримом историческом периоде, в психологическом и анатомо-физиологическом плане человечество осталось прежним. Оно нисколько не изменилось, нисколько не изменилось. То, что касается психологии, понятно, что та же аточность, та же кровожадность, та же жажда власти, та же жажда славы. В общем-то, все вот эти витальные императивы поведения присутствуют и в сегодняшнем человечестве. А вот что было за пределами истории, что было за пределами известного нам исторического процесса, надо нам с вами дать ответ на этот вопрос. И что же будет дальше? Это тоже вопрос непраздный, а на сегодня очень-очень актуальный. Некоторые считают Землю каким-то проклятым местом и говорят, что все, что здесь происходит, это аномалия эволюции, это, мол, какая-то тупиковая вещь, то, что происходит сейчас, абсолютно не соответствует задумке Бога. То есть Творец задумал одно, а вот получается нечто совсем другое. Вот попытаемся с вами это выяснить, причём выяснить не голословно, а по возможности объективно, причём с учётом наших сегодняшних знаний о строении человека. Ибо вот то, что мы сегодня имеем, имеем в качестве нашего интегрального человеческого существа, имеем в качестве инструментов Божественной Души, это физическое тело, витальное и ментальное, и наша истинная сущность, вот то, что мы имеем, вот с этих позиций, знаний вот этих позиций, попробуем всё-таки определить, что же представляет собой эволюционный процесс. Ну, не надо впадать в панику, не надо отчаиваться в то, что касается сегодняшнего состояния земного человечества, надо просто во всём разобраться. Если мы сегодняшние, вот теперешние мы, закономерно стали такими, какими мы сейчас являемся, то из этого тупикового состояния должен быть и закономерный выход. Если мы закономерно стали такими, то закономерно должен быть какой-то выход, да? Вот логика тут достаточно простая. Понять, как мы дошли до жизни такой, вот это наша главная задача. И до этого мы должны посмотреть, насколько это возможно далеко-далеко, на миллионы лет назад, осмыслив наше прошлое, вернуться в день сегодняшний и по мере возможности попытаться увидеть наш завтрашний день. Вот такая логика должна иметь место. Ранее мы с вами убедились, что в интегральном человеке, вот у нас в сегодняшнем, сосуществует несколько тел. И на каких этапах эволюции образовались эти тела, какой они эволюционной функции выполняют. Вот это надо задать нам, такой с вами вопрос. И правильный ответ на этот вопрос поможет нам постичь и закономерность эволюционного процесса, что касается земного человечества, именно на нашей планете. Подчеркиваю, на нашей планете, потому что в других планетарных системах, вот, имеют место совершенно иные формы протекания эволюционного процесса, отличные от нашей, мы касаемся только того, что мы имеем здесь сейчас, вот, в наших конкретных условиях. Следует напомнить, что эволюция, эволюция – это процесс творческий, а как в любом творческом процессе, ну, как творчество высшего творца, да, а как в любом творческом процессе, бывают разные варианты решения одной и той же задачи, одной и той же проблемы. Могут быть более простые и более лёгкие решения, могут быть более трудные, более тернистые. Так что вся вот эта божественная игра, творческая игра, вот эволюционный процесс – это, в общем-то, божественная игра, творческая игра. И вот в этой игре могут быть совершенно разные варианты решения одних и тех же задач. Творческие варианты. Ещё. Всё в этой игре, божественной игре, которую мы называем эволюцией, имеет абсолютную целесообразность. То есть ничего нет нецелесообразного. Всё имеет абсолютную целесообразность. И наша задача, исходя из знаний современного строения человека, я не говорю об анатомии, именно азотерического человека, и психологического человека, как мы уже сказали с вами и в прошлый раз, наверное, убедились, что эзотерика и истинная психология, в общем-то, не противоречат друг другу. Мы должны из вот этих знаний, исходя из этих знаний и объективных психофизических данных, которые получаем мы с вами на собственном опыте в результате реализации пути сознательной эволюции, попытаемся выстроить и построить некую непротиворечивую модель эволюции земного человечества, которая позволяет нам заглянуть в прошлое и будущее, и объяснить настоящее. Вот попытаемся из объективных знаний, которые мы сегодня имеем о себе, о том, какие преобразования эволюционные в нас происходят, если мы следуем по этому пути, объяснить всё-таки эволюционный процесс. То есть не просто сказки какие-то рассказывать, а попытаемся из объективных данных что-то в этом плане для себя уяснить. Так вот, всякому древнему времени, всякому древнему времени, ну, всякой древности тоже предшествовала какая-то древность, что-то должно древности предшествовать, которая не могла не оставить либо устных, либо каких-то письменных следов о своём времени, которые, в свою очередь, дошли до наших дней. И вот в своё время, когда я прочитал тайную доктрину Балавацкой, и есть в неё там интересный том, целый том, который посвящён антропогенезу, то есть эволюции земного человечества, и она там ссылается на древний источник, на древний рукописный источник, древний манускрипт станций Дзиан, так он назывался, с которым она познакомилась во время своего путешествия в Тибете. И эта древняя рукопись несёт в себе голос времён, который предшествует историческому периоду существования человека, ну, где-то, наверное, назад, 10-12 тысячелетий, я уже говорил, вот именно оттуда, из этой древности, вот эта рукопись происходит. Так вот, на мой взгляд, сегодняшний взгляд, вот на эту работу, на этот том антропогенезис, который представлен в тайной доктрине, на мой взгляд, та модель развития человечества, именно модель, вот схема этой модели, которая представлена в этой древней тибетской рукописи, может служить основой для осознания некой интегральной модели эволюции земного человечества. Именно основой, поскольку с позиции наших сегодняшних знаний о человеке, в неё необходимо внести ряд коррективов, существенных коррективов, касающихся движущих сил, вот тех сил, которые вершат эволюционный процесс, вот, это действительно то, что требует на сегодня дополнения. Что касается действующих сил, то в собственных физических ощущениях, в собственных физических ощущениях, следуя по пути сознательной духовной эволюции, мы можем определить, что сейчас, на восходящей дуге эволюции, то есть, когда мы, правая часть дуги, вот эта, восходящая дуга эволюции, в человечестве действует нисходящая эволюционная энергия, поскольку мы способны её открыть. То есть, энергия, которая работает в нисходящем направлении, которая пытается, пытается проникнуть в макушку нашей головы, пытается в нас с вами произвести некоторые, безусловно, целесообразные, эволюционно-целесообразные изменения. То есть, вот этот нисходящий поток, который, вот, правая дуга, видите, восходящая дуга эволюции, мы, восходящая дуга идёт вверх, да, сама дуга, но поток энергетический направлен снизу вверх, внизу вверх. Есть логика в этом? Есть. Это можно с вами проверить на опыте. И напряжённость этой энергии присутствует в каждой точке пространства, в том числе в каждой точке над макушкой нашей головы, как бы мы с вами, так сказать, какое бы положение в пространстве мы ни занимали, всегда напряжённость этой энергии, напряжённость этой силы присутствует. Именно там, вот над макушкой нашей головы, находятся входные энергетические ворота этой энергии в наше с вами тело. Если говорить о модели, то любая модель в той или иной степени должна непротиворечиво отражать реальность. Но она всё равно модель, понятно, что модель не может стопроцентно соответствовать реальности, любая модель, математическая, физическая, философская модель, но тем не менее мы должны всё-таки представить ту самую модель, которая будет, ну, как можно менее непротиворечиво отражать реальное положение вещей. Так вот, самая главная реальность, которую сейчас можно хорошо изучить, хорошо изучить с помощью интегральной психофизиологии, это современный человек, обладающий определёнными качествами телами. Вот то, что у нас присутствует. Да, это, ну, самая редакция, реальная вещь. Это мы способны сами, на собственном опыте, убедиться в существовании каждого из этих тел. Если мы убудимся, что все эти качества и тела могли быть закономерно приобретены нами в процессе эволюции, в ходе эволюции, то та модель, которая органично вместит в себе эти факты, имеет право на существование, вот приобретение одного, другого, там, третьего тела, да? То тогда можно эту модель, ну, считать приближённой вот к истине. Надо сказать, что я не сторонник усложнения всяких моделей, накручивания лишних деталей, ибо любое усложнение приводит к тому, что человек грязнет в деталях мелких и теряет целостное представление о самом процессе. Вот когда многое нудно говорится, даже, так сказать, о естественных и правильных вещах, то сознание человека распыляется, он не способен сосредоточиться на главном. То есть ему сложно, так сказать, выделить главное. То самое земное, рациональное, которое действительно имеет решающее значение. Так вот, в этом документе, рукописно в станциях Зиан, утверждается, что 300 миллионов лет тому назад произошло отвердение земной коры, что, надо сказать, не расходится с современными научными данными, и в этот период наша планета вступила в четвёртый большой круг своей эволюции. Там, так это называется, четвёртый большой круг эволюции земного человечества. И чтобы не испылять наше с вами внимание, мы не будем осматривать три предшествующих больших круга или цикла, которые в этом томе антропогенезис достаточно хорошо изложены. Вот то, что нарисовано вот на этом рисуночке, это и есть наша эволюция вот этого нашего земного человечества в четвёртом большом круге. До этого ещё было три больших круга, там царство минеральное, растительное, царство животных, потерпевали определенные эволюционные изменения, мы не будем к этому обращаться, чтобы не усложнять нашу с вами, так сказать, задачу, чтобы не строить себе лишних проблем. Обратимся вот к четвёртому большому кругу, который изложен в этом томе антропогенезис. Если кто-то желает подробнее ознакомиться с этим вопросом, то отсылаю вас к второму тому, «Тайный доктрин Балавадский», и почитайте, посмотрите. Там вы узнаете, что на теперешней нашей ответдевшей планете началось очеловечивание наиболее продвинутых монад животных, что можно определить как рождение человека в прямом понимании этого слова. Причём появление человека в его эфирной форме в первой коренной расе четвёртого большого круга предшествовало появлению млекопитающих, то есть человек в эфирной форме появился раньше, чем животные на Земле, там много об этом сказано, но для нас это не столь важно, мы будем рассматривать более прагматичные вещи, более материальные проблемы, которые нас действительно могут интересовать. Итак, Земля 300 миллионов лет тому назад, обретя ответ, обретя некую материальную плотность, вступила в четвёртый большой круг эволюции. Минуло две человеческих расы, вот первая и вторая, и на Земле 18 миллионов лет тому назад появился, по сути, современный физический человек, современный в смысле его анатомических форм. В смысле анатомических форм. Отодоксальные дарвинисты утверждают, что человек появился на Земле всего где-то 100-200 тысячелетий тому назад, вот, и это несмотря на то, что сегодня имеется ряд совершенно неопровержимых доказательств, фактов обнаживания скелетов близких к силе современного человека в тех геологических пластах Земли, которым, ну, где-то бывает 5-10 миллионов лет находят останки человека. Вот, но упорно не хотят учёные, традиционные, оптодоксальные учёные, вот этот факт каким-то образом принимать. Так вот, появление физического человека, близкого к современному, произошло в период расцвета третьей коренной расы, и по свидетельству древних источников, вот той же самой книги Станцев Дзиана, этот человек был громадных размеров, обладал огромной физической силой, что помогало ему бороться с гигантскими чудовищами, которые в то время Землю населяли. Не секрет, что, обладая душой божественной, вот этим божественным началом, человек использовал своё животное тело как инструмент проявления на физическом плане сознания, дабы обеспечить, ну, выживаемость, да? Мы уже говорили с вами, что не надо путать эволюцию психического существа или эволюцию души, вот этого божественного начала в человека, с эволюцией физического тела. Совершенно разные линии эволюции, совершенно разные. Тело физической, эволюция физического тела как инструмент божественный, это одно, а эволюция души, рост, так сказать, души, кристаллизации души, рост, так сказать, вот нашей истинной сущности, это совершенно, так сказать, другая ведьма, да? Надо понимать, что не надо себя отождествлять с физическим телом, потому что тело просто инструмент божественного. Вот об этом надо помнить. Помните такую сказку, «Аленький цветочек», да? Замечательная сказка такая, когда вот это страшное чудище, чудище лохматое, лесное, вот была расколдована девушкой, которая полюбила душу вот этого чудища, да? И вот когда она полюбила, искренне полюбила душу вот этого лохматого чудовища, то это оказалось, в общем, душа божественная, да? Несмотря вот на этот грозный, совершенно свирепый вид. Эта сказка действительно имеет некую эволюционную подоплюку. Именно эволюционную подоплюку. На сегодня любой убийца садится с нормальным физическим телом, хищник, который бывает и во сне не приснится, да? Такое тоже имеем мы с вами. Что с тела способна обманывать? Глаза обманывать не способна, это факт. Глаза не обманут никогда. Кто сейчас населяет землю, где господствует пятая коренная раса человечества? Мы пока еще не будем говорить подробно о каждой коренной расе, но вот пятая раса, это на восходящей дуге эволюция, это вот как бы вторая, да? Снизу. Пятая коренная раса. Помимо многочисленных представителей пятой расы, на Земле проживают представители четвертой коренной расы, по сути выродившиеся потомки атлантов, а также в лице древних аборигенов Австралии, Африки, в конец деградирующие представители третьей коренной расы, которые не имеют перспективы эволюционного развития. И не имеют, по сути, перспективы. И пока совсем немного на Земле проживают, но, по сути, их проживает немного, тоже по непонятным причинам, поскольку они не остаются на Земле надолго, они пополняют вот шестую расу, вот будущую расу человечества. Это представители шестой расы, семени грядущего земного человечества. Ну, вернёмся к появлению на Земле человека. Вот на этом рисунке, на этой схеме представлен развернутый процесс эволюции земного человечества. К этой схеме мы с вами будем сегодня обращаться, периодически. Вот, согласно этим станцам Дзиан, всё началось с того, что на Землю, ну, может быть, сказка такая небольшая, или миф, давайте мифологию тоже немножко сохраним, вот, а то, что касается, вот, конкретики, я думаю, мы с вами будем здесь более снисходительны, да, вот, к мифологии, пусть будет это мифология, то всё началось с того, что с Землю, на Землю с Луны пришли наши лунные предки, Питри. Именно они, пройдя полный эволюционный цикл воплощений на нашей спутнице космической, пришли на Землю в сверхтонких энергетических телах, как семена грядущего земного человечества. И в первых трёх больших кругах они прошли полный курс эволюции минеральным, растительным и животным царствиям. А это четвёртый круг, а в первых трёх они прошли полный, так сказать, курс обучения в каждом из природных царств. То есть, неся это в себе, вот, как в памяти психического существа. Затем они, как наиболее эволюционно продвинутые монады млекопитающих, вошли в четвёртый большой круг эволюции на плотноматериальной Земле и образовали первую коренную расу человечества. Вот что из себя представляла первая коренная раса земного человечества в этом четвёртом большом круге. Первая земная ответ, на которой появилась эта первая коренная раса, в древних источниках, называлась несокрушимой священной страной. Несокрушимой священной страной, поскольку она никогда не исчезала, ибо находится на тонком плане сознания и не исчезнет до того времени, сказано в этих станциях, пока последний эволюционирующий человек не покинет нашу Землю после окончания восходящего эволюционного царства. Эта страна – исходная форма существования нашей планеты в её четвёртом большом круге. И эта страна, куда возвратится на восходящие дуги эволюции земной человечества. Вот начиналась первая раса, видите, вот там где-то на определённом уровне тонкоматериальных структур, и седьмая коренная раса вернётся в ту же тонкую материальность, в конце концов. То есть это то, с чего начиналась эволюция земного человечества в четвёртом большом круге, к чему она должна, в общем-то, прийти. И какая-то часть нашего психического существа постоянно пребывает в этой стране, постоянно связана с этим планом сознания. Наша истинная сущность связана с этим планом сознания постоянно, постоянно. Лишь с рождением в духе и наработкой новой тонкой вибрационной структуры это становится возможным осознать, что мы никогда не теряли связь с этой несокрушимой страной. Представители первой коренной расы человечества имели гигантские эфирообразные тела. Но тонкий план сознания, по сути, это то, что, в общем-то, предполагает наличие эфирных тел, вот эти эфирообразные тела были приспособлены к окружающей физико-химической среде, которая на нашей планете в те времена существовала, и эти тела не могли быть повреждены ни одной из земных стихий, ни огнём, ни водой, ни какими-то там другими, так сказать, агрессивными ингредиентами. Это были инфантильные, по сути, ничем не замутнённые, не охваченные страстями и желаниями существа с такой разлитой божественностью, какая-то индифферентная разлитая божественность, то есть инфантилизм полный, да? Инфантильные сущности. Им ничего не угрожало, жили они спокойно, существовали вот на тонком плане сознания, и вроде бы всё в порядке. Вот так бы оставаться вот до бесконечности, но, наверное, задуман был совершенно другой процесс. Блаженствия в полном комфорте, они пребывали в этой эфирной среде, ну, наверное, как младенцы в материнской утробе, без всяких забот, да? Идёт кормёжка, дыхание, всё, так сказать, естественным образом реализуется без их участия, без их участия. Это была, по сути, статтовая площадка нашей с вами эволюции. Вот с этого, так сказать, с этой позиции мы с вами статтовали. Теперь им надлежало расти, развиваться, пройти определённые этапы эволюционного развития, чтобы потом вновь целиком оказаться в той же среде, но уже взрослыми младенцами, как Иисус говорил. Будьте как дети, и войдёте в Царство Небесное. Уже не инфантильными, индифферентными существами, а совершенно взрослыми детьми. Вот надо пройти целый эволюционный цикл от пятого до шестого, седьмого, вот надо пройти этот цикл. Но прежде чем перейти к описанию человеческих существ второй коренной расы, давайте рассмотрим с вами механизм эволюционного процесса в целом. В настоящее время, вот на сегодня, он достаточно ясен, и понимание его в многом способствует нашей с вами правильной работе на пути сознательной эволюции. Давайте рассмотрим движущие силы эволюции, её этапы, их характерные особенности. Вот на примере вот этой картинки. Так вот, первая коренная раса человечества, вступив в эволюционный процесс, начала нисходящий эволюционный цикл движения. Нисходящий эволюционный цикл движения. То есть, это цикл погружения в материальность. Вот это божественная основа, погружалась в материальный мир, погружалась в материальность. И смотрите, я даже по времени, вот эта левая дуга, она более-более пологая, если время мы будем с вами откладывать вот по горизонтали, а вот то, что на сегодня, вот наша, так сказать, восходящая дуга эволюции земного человечества, она более вертикальна, то есть, идёт более ускоренный процесс во времени. Так вот, смотрите, на нисходящей дуги эволюции человеческие тела уплотнялись, погружаясь в материальность, и, соответственно, вот истинная сущность тоже, так сказать, покрывалась вот теми самыми слоями определенными, материальными, которые вот эту душу, истинную сущность божественную, всё более и более цементировали вот в материальном мире. Взамен на способность желать и думать, активно познавать и ощущать мир во всех его проявлениях, закономерно терялась и испарялась духовность. То есть, получая то, что можно назвать познанием окружающего мира, мы вот эту чистую, абсолютно незамутнённую, инфантильную, ничем, так сказать, неповреждённую духовность теряли, 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 она постепенно, постепенно, постепенно затмевалась и затенялась нашим разумом, нашим витально-ментальным сознанием. И, соответственно, нарабатывалось витальное и ментальное эго, это позволило человеческим существам выделять себя из окружающего мира и выделять себя из окружающей природы. Эгоистически, но выделять. Так вот, на нисходящей дуге эволюции в полной мере проявилась активность человеческих существ. Пусть эта активность порой была выражена очень в жёстких формах и даже жестоких формах обращения существ друг с другом, но всё-таки инфантильность, как таковая, была преодолена. Нарабатывался определённый опыт, опыт постижения добра и зла. И эволюция, как божественная игра, вступила в фазу разветывания своих потенциальных возможностей именно в материальной сфере, в нижней полусфере истины, в ментальном, витальном и физическом мире. Она себя проявила здесь полностью. Так вот, эволюционирующий человек должен в полной мере познать обе стороны существования божественного. Как полю стмы и неведения, нижнюю полусферу истины, так и высшую полусферу истины. Но на нисходящей дуге эволюции познавать высшую полусферу истины просто было невозможно, ибо инфантильность не есть способность познавать, да? И в основном происходило познание нижней полусферы истины. А вот на восходящей дуге эволюции, вот этой правой части, там уже идет познание и высшей полусферы истины. То есть, мы сейчас, где-то вот находясь в пятом земном человечестве, готовы, готовы приступить к познанию, активному познанию высшей полусферы истины. Мы из нее вышли, пришли, так сказать, оттуда, но были абсолютно не способны познавать, мы абсолютно были бессознательны, что ли, инфантильны. Так вот, на нисходящей дуге эволюции происходит бессознательное погружение человечества во тьму, в неведение, и приобретается при этом опыт пребывания в этой нижней полусфере истины, опыт болезненный, но крайне необходимый опыт, эгоистический опыт, чтобы, в конце концов, на восходящей дуге эволюции помочь человеку полностью избавиться, полностью избавиться от неведения и увидеть посредством своей души, посредством своей истинной сущности совершенно другой мир, совершенно другой мир. Не тот, который казался нам таким, так сказать, агрессивным, абсолютно, так сказать, нелогичным, абсолютно тёмным, абсолютно недостойным, что ли, тех существ человеческих, которые, в общем-то, имеют божественную душу. Таким образом, вот то, что казалось деградацией, или кажущейся деградацией человечества на нисходящей дуге эволюции, или инволюцией, можно назвать, это процесс обретения человеческими существами активной эгоистической индивидуальности, то есть, в состоянии инфантильном мы обретали активную эгоистическую индивидуальность. Понятно, наверное, да? Без обретения индивидуальности эволюционный процесс, он был бы бессмысленным. Бессмысленным. Причём, смотрите, вот на нисходящей дуге эволюции процесс обретения этой эгоистической индивидуальности, он происходил в условиях очень жёстких. Это условия, которые требовали борьбу за выживание, были постоянно меняющиеся природные условия, постоянно меняющиеся социальные условия. А для эволюционного прогресса индивидуальное сознание, индивидуализация сознания просто необходимы. Вот в этих достаточно жёстких, меняющихся условиях человек обретал вот эту свою эгоистическую индивидуальность. На восходящей дуге эволюции способны эволюционировать лишь те существа человеческие, которые сумели обрести достаточно мощную эгоистическую индивидуальность. Вот такое блеклое сознание человеческое, инфантильное, неяркое, что ли в смысле индивидуальности, оно в эволюционный процесс обычно не вовлекается. Как правило, вовлекаются действительно люди, обладающие достаточно мощным и сильным эго. ибо параллельно с эгоистической сущностью в результате внутреннего напряжения растет и истинная сущность. Вот этот внутренний конфликт дает возможность параллельно с ростом эгоистической индивидуальности кристаллизоваться нашей истинной сущности. Это параллельный процесс. Люди с аморфным сознанием способны лишь деградировать. В процессе инволюции вот эта разлита инфантильная божественность кристаллизовалась и в чём? Вот набирающим сил в нашем психическом существе силу и опыт определённый. И это наша истинная сущность постоянно имела связь с чистым сознанием и стояла где-то позади за кулисами разыгрывающейся этой драмой эволюционной то, что происходило в земном человечестве и воздействию на наши эгоистические тела в качестве мудрого педагога посредством закона кармического и будучи ангелом нашим хранителем руководило процессом нашей индивидуальной эволюции. То есть мы всегда были под охраной и под присмотром этого зоркого ока нашей истинной сущности. Так вот процесс формирования или кристаллизации психического существа нашей истинной сущности и эволюционной трансформацией индивидуального сознания человека можно назвать психической эволюцией. То есть это эволюция психического существа. Параллельно с психической эволюцией по своим собственным законам протекает и адаптивная эволюция физического животного тела человека. Параллельно. То есть душа растущая претерпевавшая в психическом плане необходимые эволюционные изменения требовала и такого достаточно совершенного для ее адаптации в материальном плане и физического тела. Параллельно с процессом психической эволюции происходила адаптивная эволюция нашего физического тела человека. По сути Дарвиновская эволюция. Активного инструмента нашего духа на плотном материальном плане сознания. физическое тело позволяет нам двигаться говорить позволяет думать в рамках физического ума а также воспроизводить новые физические тела. Это то что касается физического тела. Вначале человеческие тела имели грубые животные черты в дальнейшем они утончались до тех пор пока не приобрели нынешний облик. Так вот Дарвиновская эволюция животного тела действительно имеет место но говорить о том что человек произошел от обезьяны конечно нельзя человек обладает инструментом животного происхождения это факт но его истинная сущность не животного происхождения животного животный инструмент духа не может определять истинную сущность человека бесспорно что он способен оказывать влияние на психику человека и оказывает существенное влияние на психику человека но только влияние ибо человек это прежде всего психическая сущность но никак не животное тело Продолжение следует...